Посюда кипятка, да, заливаем. 5 миллиметров примерно от этого. И засыпаем сюда наше содержимое. Это перемолотый картофель, видите хлопья? Ну, практически чипсы. Высушенный картофель, мелко-мелкий, тонкий, тонко нарезанный. Для того, чтобы он в кипятке как можно быстрее сварился. То есть это не просто какая-то там химоза, ну, в виде присутствует химия, конечно, эмульгатор и всё остальное, но картофель тут тоже присутствует. Так, после чего мы ложим сюда кусочек сливочного масла. Где-то оно у нас есть. Вот оно, наше сливочное масло. Оп. Сливочное масло у нас положено. Холодно питаться надоело. Всё, ещё раз закрываю, сейчас её. Летит всё в разные стороны. Ммм. Ну, пюрошечка как будто вот, как будто сам только что натолок её. Обалденная пюрошечка. Всё, буду кушать. Всем приятного аппетита. Потом еду работать. Вот. Ну что, приехал я на этот самый Амазон. Вот так вот всё выглядит. Приехал сильно рано, поэтому пришлось запарковаться. Вот, ещё и парканулся немножко кривовато. Ну, ничего страшного. Мордой, короче, заезжать мне не получается. Заехал мордой. Упёрся вперёд. А прицеп стоит вот так вот криво, блядь. Пришлось, короче, сдать назад, выехать и жопой сюда заехать. Жопой и легче гораздо сюда было заезжать. То есть, там ещё до прицепа дофига расстояние. Конечно, можно было ближе к бордюру прижаться. Ну, короче, как парканулся, в принципе, я думаю, я никому не мешаю. Чуть-чуть там торчит жопка. Нормально. Для первого раза пойдёт. Вот. Пойду у мужиков в фон гертеке две машины стоит. Поспрашиваю кассовую ленту. Мне как раз кассовый чек этот нужен. Вот. Короче, блядь, логисты работают. Просто пиздец. Приехал на Амазон. Упёрся, блядь, в проходную. Блядь, звонил, говорю, у меня нету в приложении Амазона, блядь, заказа. Он говорит, так он отменился. Я говорю, так а что у меня ничего не это самое, не обновилось, не отменилось. Он мне такой говорит, ну так вы сами там нажмите пуск, блядь, и типа, что вы разгрузились уже. Я говорю, хорошо, а как отсюда выехать? Ну, задом, говорит, сдай, блядь. Тут километр, блядь, задом сдавать, блядь. То есть, ну, клоуны пиздец просто. Я не знаю, как я тут сейчас задом буду сдавать. Буду тренироваться, конечно, учиться. Вот. В общем, отменился. Есть, говорит, на следующую, которую тебе дали. А ехать на следующую не могу, потому что пуск не могу нажать. А какой толк, блядь? Ну, короче, полная, блядь, хуйня какая-то происходит. Ой, я не знаю, короче. В итоге я сюда приехал впустую. Ладно, пока звонит телефон. Сейчас буду пытаться отсюда как-то выехать задним ходом. Блядь, это пиздец, конечно, тоже нарушение. Но через Амазон меня явно не пропустят, чтобы развернуться и выехать через Амазон. Поэтому поеду за одним ходом сейчас. Короче, ребят, заехал на Амазон все-таки. Разрешили развернуться. Дали вот такой вот лист. Объяснил ситуацию. Сказал, что отменился заказ рейса, вот. Можно ли как-то проехать? Да, говорит, пропущу, проезжай. Дал мне вот такой вот листочек, чтобы я развернулся здесь и выехал. Поэтому отлично, что пошел спросить и не поперся задом. Потому что, блядь, там бы геморройно выезжать. Ну, не геморройно, но там метров 500-600 задом. И еще и два поворота. Плюс машины в этот момент едут. Тяжело было бы. Короче, все, выехал я. Все отлично. Еду сейчас на другую загрузку. С 200 километров до туда надо найти сейчас парковочку будет и запарковаться. Надеюсь, что где-нибудь найду свободное место. Вот, сейчас выезжаю на... Короче, на магистральку. И буду ехать километров 100 и потом искать парковочку. Классная песенка. Чувак на Амазоне спрашивает, у тебя аэрбуз откуда? Типа летаешь? Я говорю, нет, хочу летать. Но у меня вообще кофта с секонд-хенда, короче. И на ней, ну, пилота типа кофта, короче. Вот, он прочитал, он-то шарит. Я-то не шарю, а потому что на ней написано. Вот, троих повезли. Прикольный. Когда-нибудь я сниму серию про заборы и граффити на заборах. Потому что реально это целая субкультура, которой тут описано все. И люди, которые шарят, они будут понимать, что здесь написано. То есть тут, ну, я много надписей знаю. Особенно там АЦАБ, ультрасы, антифашники. То есть я в этих движениях был, когда мне было еще там... Да где меня эти надписи до сих пор что-то значат. У нас это все движение закончилось лет десять назад. А тут до сих пор, я смотрю, короче, оно востребовано. Ну, точнее, до сих пор свежие надписи пишут. Все это есть, что-то у меня хрустит, щелкает, закваливается, хер пойми. Не развалилась бы эта машина в этих кочках, блядь. Едешь пустой, трясет, как, блядь. Как по этим самым, по гладильной доске хуяришь едешь. Иду-ду-ду-ду-ду-ду, иду-ду-ду-ду-ду. Вот, еще километров пятьдесят, и буду искать, где паркануться. Завез мне навигатор, еду-ду, блядь, полосочки узенькие. Даже Макдональдс вот эти какие-нибудь. Есть какие-то промзоны, колхозы, коровы кругом. Не знаю, короче, пишет, что еще 12 минут до съезда, но тебе бы сюда был хуть, короче. Но некоторые записи планирования удалены. Что они творят, блядь, как они заебали? Поедем, будем снимать все. Звук только выключу, чтобы YouTube меня потом за музыку, блядь, не заахерачил. Тедди. Еду по какому-то городку. Думаю, видите, такой прикольный городок, такой все интересно. Через триста десят метров поверните направо. Движуха, конечно, узенько все. Лидл, даже Лидл тут есть. Вот так вот. Красный опять. Оп, зеленый загорелся, надо стартовать. Фуры направо, отлично. Интересно, как там выглядит съемочка. Сейчас подключу к компу на парковочке, посмотрю. Кстати, обучение пришло. Сейчас буду сидеть учить. Мне хотели бахнуть, я так понимаю, 45-ку. Но что-то они тупанули, блин. Не знаю, надо было раньше тогда ее скидывать, что у меня 45-ка. Получилась какая-то ерунда, если честно. Ну и пошли нафиг. Мониторинг путает этот Амазон, Херзон. Удалили бы заказ, я бы никуда не поехал. Вышло бы у меня 45-ка, как они хотели, блядь. А то, блядь, немножко, если честно, ну это не мои проблемы. Это косяки мониторинга, или логистики, точнее, логистики. Да, не косящат по жесту. Ну, потому что они сами не водители. В логистике должен работать водитель, блядь, который понимает, куда ездить, как ездить, и как что делать. Найти бы нам паркинг. Да в каких-то лесах, блин, если честно. О, сиди. Видели? Филин. Хотя нет, днем филины тут бы не сидели. Наверное, это был Орел. Надеюсь, на камеру он попал. Большой такой на ветке сидел. Потом увеличим, посмотрим, кто там сидел. Если, конечно, камера снимает. Короче, пришла херня. Нельзя делать Астану отстой на этой обочинах. Пожалуйста, на этой обочинах. Пожалуйста, найдите паркинг для грузовика. Иисусик. О, заехал в какой-то город, блядь. Бля, фур максималка 30. Блядь, там светофорку, это, блядь, танки. Ну, типа, отлично, что едешь 30. Вот, короче, еду дальше. Блядь, только топливо расходуешь, блядь, катаешься. Блядь, ну, с другой стороны, вот, поснимаю контент. Вот так вот выглядит. Ну, настолько аккуратно, согласитесь, что в Беларуси как бы не такие вот домики. Не так все выбрито, выстрижено. То есть, ну, реально, блин, просто красота. Да, едешь, блин, классно вообще, если честно, Германия прикольная. Мне нравится. Все, 50. Хорошо, движений нету никакого фактически. Это радует. Ну, улочки только что узкие были, блядь, впритык. Там 10 сантиметров от бордюра, блин. Слева полоса уже встречная. По городу когда ехал, там вообще два домика стоит, короче. И между ними, блядь, узкая-узкая дорожка такая, чисто для двух легковушек. Не, ну, разъедется две фуры, конечно, но можно и зеркалами бахнуть, либо бордюр зацепить. То есть, как бы для моего уровня такое. Еду, короче, ладони потные, если честно. Надеюсь, надеюсь, когда-нибудь это все закончится. Мне сказали месяц, месяц надо, чтобы, блядь, войти во всю эту фигню. Даже недели не хватит, надо месяц. Через месяц станет все отлично. Да, я превышаю, еду 50 километров в час. 52, ладно, хорошо, на 2 километра превысил. Вымехать 49, чтобы не превышало. Допустимая скорость. Поставил качество чуть похуже, чтобы не так часто скидывать, потому что видосы весят очень много, а такое качество людям не надо, я так понимаю. И, короче, буду снимать в таком качестве, в котором получается. Вон, овечки, смотрите, какие не постриженные еще до сих пор. Прямо такие, ух, лохматенькие. О, парканули машины, видели? Сзади мотоцикл, спереди мотоцикл. Зеленый горит. Зеленый горит. Зеленый горит. Зеленый горит. Тут по населенкам 30. Вот он пошел на обгон, красавчик. Такие байки, кстати, в Германии совершенно другие. Типа Юзефок, ну типа Файзеров каких-то, Ямах, не знаю. То есть, как бы много здесь ездит, на самом деле, их. Все такие, блядь, нихера не спарты, нихера не чопперы, блядь, не круизеры, а такие стрит... Ну-ка, они-то же, я бы сказал, обычные мотоциклики, не знаю, что там за производство у них. Я не сильно в таких обычных разбираюсь, интересно было бы остановиться, чтобы стояли эти мотоциклы, посмотреть, что это за мотоциклы. Полу-КТМ, полу-спорт, полу-блядь, полу-всё. Бычки какие стоят, да? Один большой вообще такой, прям, ух, бычара, второй поменьше. Одного откормили, так откормили. 80 пишет, блин, кто его знахлит, 80 тут или не 80? Конца населенки-то не было. Сейчас должен быть съезд. Будем ехать 50, все равно тут везде населенки, эти толкут разгоняться, туда-сюда, разогнался, затормозил. Люди на роликах, на великах. Да, так, давай окошко немножко. Через один километр поверните налево. Хорошо так и сделаем. Что-то я его не вижу через. Через 500 метров поверните налево. Через 400 метров поверните налево. Через 300 метров поверните налево. Задим, на следующем поверните направо. Вот вон ещё города. Вот, видите, знак фуры налево. Мерсики хорошие. Задим, на следующем поверните налево. Привет, дружище. Как дела? Бедная собачка. А может не бедная, может ей нравится там путешествовать. Так, протягиваем вперёд. По максимуму. Фуры направо, 38-я трасса, автомагистральному она и нужна. Слегка? Я буду делать не слегка. Кого нету? Поедешь ты или не поедешь? Честно скажу, ребята. Такое всё стрёмно. Стрёмно ехать. Очень тяжело по городкам поедем. Ну, пока первый день. Первый раз с трассы съехал. По большому городу немножко поездил, но тоже немножко стремает. Тут тоже вроде едешь спокойно всё. Но сзади пробку я собрал такую нормальную. Ну, что поделать, ребята? Едьте уже за мной. Тут 500 метров до кольца осталось. Разгоняться тоже смысла не вижу. Ну, вот и всё. Мы почти выехали. Ну, жёсткие, конечно. По таким дорогам, блин, это пипец добираться. А знал бы, блин, поехал бы по семёрке. Лучше бы я, блин, больше километража на 20 километров накрутил. Но реально, блин, чем сюда ехать, это пипец. Это пипец. А порой Трансикс вот этот лучше ведёт. Он по более широким дорогам ведёт. Лучше ехать по нему. Если видишь, что ведёт по говну, то есть как бы лучше расслушаться его. И вся ИГО для грузовиков становится дерьмом. Ладно, разгоняемся. Там сзади три машины. Они, наверное, ждут, когда я уже газу дам. Херливо давать. Вон опять населённые пункты. Опять сейчас нужно останавливаться. Блин, устал от такого вождения. Немножко в напряжённом состоянии едешь по таким местам. Ну, пока что с непривычкой, конечно. Эти как стали, так и стоят. Маркинг грузовиков. Сервис. Нормальные заправочки, платный душ, платное всё. Парковки легковых, парковки траков прямо. Ага, там на легковые тоже траки стали. Вот здесь слева местечко неплохое. А, туда здесь нельзя, типа. Туда заезжайте. Заедем туда, хорошо. Чуть-чуть прямо. У меня, в принципе, работа... А, вон слева много места. Не буду пока рисковать заезжать туда, куда могу не заехать. А еду вот слева. Широкая площадочка. И выезд сразу. Отлично. Стараюсь подземной. Вроде проезжаем. Когда задние колёса доезжают, начинаем выкручивать. Видите, как немножко... Немножко не туда вроде как. Но на самом деле получится всё щеки-буки. Оп. Там линия отлично. Тут линия отлично. Всё. Приехали. Отдых. 24 часа. Отвердить. Держите. Всё, ребята. На сегодня хватит. Блять, хорошо хоть батарея тут не села. Хи-хи. Забыл включить зарядку. Но батарея, видать, на нём держит ещё новенький. Поэтому пока работал. Снова подзаряди, на всякий случай, немножечко. Я завтра не забыл. Сейчас будем готовить кушать. Вот. Будем готовить кушать. Отдыхать. Экзамены сдавать. У меня пришло обучение. Кое-то на почту. Посидим сейчас. Видосик помонтируем. Экзамены покатаем. Всё в кучу, короче. Будем заниматься всем понемножку. Мудочку можно включить. Ну что? Доехали. Всё снималось. Ну и отлично. Ой, там в пылище все, ребята. Ничего страшного. В общем, в принципе, ничего. Ну что, всем пока. Что-то у меня вот, матушки мои, да? Я сейчас на голове была одета. Штуковина волшебная. Всё, доехал. Проканулся. Трех у меня не работает. Завтра с утра я его запущу. Ой, после завтра, короче, охлажу. Дай нужной температуры до 14 градусов. Там, структуру почитаю. Ещё не раз видел. Ну, надеюсь, всё получится. Всё. Всем до новых встреч. До понедельника. Ну, если завтра будет что-то интересный контент. Будет что-то сниму. Может, я здесь что-то найду интересное. А пока-пока. Всё. Всем пока. Поставь лайк и подпишись на канал. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!